Берем свой кулак, обхватываем его и глубоко, вот они косточки у меня, да, выступающие, вот он, в паховое кольцо ввожу и начинаю опускать, прижимая до остановки кровотечения, сама наблюдаю. От серьезного кровоизлияния человек может умереть всего за пару минут. В стенах базового медицинского колледжа продолжается проект «Журналист меняет профессию». Что делать, если повреждена крупная артерия? Как остановить артериальную или венозную кровь? Все эти навыки могут пригодиться не только в боевых действиях, а банально дома, на даче, да где угодно. Кровотечение увидела, первое, что я сделала, пальцевое зажатие. Я саму рану зажимаю, первое движение, второе перевожу в вертикальное положение и укладываю себе на плечо. А дальше правильно наложить жгут, не передержать его и дать раненому обезболивающее. Видите, какая рука стала? Поставьте вторую, не видят. Белая. Это страшно просто. И третий признак. Отсутствует пульс на периферии. Снимать? Разбираем его. Ого. Шарф, оторванный рукав, галстук и даже обычный ремень может стать жгутом. Теперь смотрите, внутреннюю петлю. Одеваю. Йод может вызвать ожоги, а зеленкой мы обрабатываем вокруг раны. Об этих и других лайфхаках многие слышат впервые. Если будете вот таким вот движением скатывать, очень долго, и эффекта вы не получите. А если вот такой пойдет вариант скатывания бинта, левая рука направляет, а правая катает. И если эластичный бинт я накладывала вот так тур на тур, то смотрите, когда с бинтовой повязкой, очень часто вот такой эффект происходит, скольжение. И вот пытаешься его притянуть. А теперь смотрите, что я сделаю. Я вот так положу под углом. И когда я первый тур сделаю, он уже, смотрите. А это уже продвинутый уровень повязки. Рыцарская перчатка. Ее часто накладывают при ожогах. У нее вся тыльная поверхность защищена. А ладошку покажите всем. Вот если бы я знал хотя бы часть этих простых, но важных премудростей по наложению повязок, то избежал бы, наверное, многих неприятных моментов как раз в походе. Поэтому вот те знания, что мы получаем сейчас, это важнейшее дело, я думаю, не только для любителя походов, а вообще для любого современного человека. Живем мы в очень непредсказуемом мире. Уже в эту субботу журналистов ждет последнее занятие в рамках медицинских курсов. Еще одна профессия, хоть и немного, но освоена. Это прям какая-то метафора семейной жизни. Ирина Корчагина, День с толком.